НАСА готовится исследовать труп древней планеты в поясе астероидов. Находясь на орбите Солнца между Марсом и Юпитером, причудливая космическая скала является целью миссии НАСА, которая только что вступила в завершающую фазу проектирования. Космическое агентство запланировало дату прибытия космического корабля 31 января 2026 года в окрестности Психеи, объекта шириной в 200 километров в поясе астероидов. Психея названа в честь нимфы, вышедшей замуж за Купидона в греческой мифологии. Она почти полностью состоит из железа и никеля и может быть открытым ядром давно умершей протопланеты с первых дней существования нашей Солнечной системы. Когда-то планета могла похвастаться обхватом, похожим на обхват Марса. Прежде чем древние столкновения оторвали его внешнюю скалистую оболочку от его относительного темного ядра. Сотрудники миссии Психея надеются, что их исследование сможет предотвратить более убедительные доказательства этой теории и открыть новую информацию о вихревом облаке, материи, из которого впервые образовалось наше древнее соседство. Психея имеет массу около 22 миллиардов килограммов, что составляет 3% массы нашей Луны. Это 11-й, самый массивный известный астероид в Солнечной системе. Среди таких монстров, как Церера и Веста. Эти, еще более крупные астероиды, состоят в основном из камня и льда. Психея, безусловно, самый большой известный объект, почти из чистого металла, вращающийся вокруг нашего Солнца. Зонд Психея должен вращаться вокруг металлического предмета в течение пары недель, собирая данные о его возрасте и его образовании. Если все пойдет по плану, миссия должна начаться в августе 2022 года, развернуться на Марсе в 2023 году и приблизиться к Психее 3 года спустя. Ранее Глаз сообщал о том, что астрономы активизировали поиск обитаемых инопланетных миров. В апреле этого года астрономы объявили об обнажении другой возможной планеты, вращающейся дальше от Проксима Центавра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова